Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, мы продолжим тему опухоли мочевого пузыря. Я хочу остановиться на морфологической классификации, диагностике именно немышечно-инвазивных опухолей, потому что подавляющее большинство, 85-80%, всех опухолей мочевого пузыря относятся как раз к этой категории. Что является немышечно-инвазивным опухолей мочевого пузыря? Это опухоли ТА и Т1 стадии, то есть без инвазии и с инвазией в собственную пластинку слизистой оболочки. Очень важно разделять мышечно-инвазивные и мышечно-неинвазивные, потому что они имеют абсолютно разное терапевтическое воздействие, разную клиническую тактику ведения пациентов. Целью любой классификации является определение групп, которые различаются по клиническому течению и исходу. Классификация, любая классификация должна быть воспроизводима и одинаково понимаема как морфологами, так и клиницистами. Существует большое разнообразие классификации опухолей мочевого пузыря, и в настоящее время равноправно используются две. Классификация 83-го года и 2004-го года с небольшими дополнениями в 2016-м году. Классификация 73-го года была очень простая. Она определяла папиллому и папиллярный рак трех степеней анаплазии. Ж1 характеризуется наименьшей степенью анаплазии, согласующейся диагнозом злокачественного образования. Ж3 – опухоль с наиболее выраженной клеточной анаплазией. И Ж2 занимает промежуточное положение. Как вы видите, абсолютно нет никаких четких критерий, на основании которых мы относим опухоль в ту или иную категорию. Но как это ни странно, она нам, конечно, морфологам очень удобна. Не зная, что писать, пиши Ж2. Ну, можно еще так промежуточное Ж1-Ж2, Ж2-Ж3. И, тем не менее, как это ни странно, она имела свое значение в клинике и была клинически значима. И очень многие протоколы основаны на этой классификации до сих пор. Время шло. И в 1998 году ВОЗ и Международное общество уропатологов предложили другую классификационную схему, которая основана на совершенно иных принципах. В 1999 году ВОЗ предложила новую классификационную схему. Фактически она повторяла предыдущую, годом раньше, с той разницей, что опухоли разделили на три категории степени тлокачественности. Очень долго обсуждались эти классификационные схемы, собирали конференции. В Анконе состоялась очень большая конференция, посвященная этому вопросу. Основные вопросы, которые обсуждались, вообще годны ли вот эти схемы и детализированные критерии этих трех классификаций? Какая из этих классификаций имеет лучшую воспроизводимость и клиническую значимость? Действительно ли опухоль низкого злокачественного потенциала, которая раньше считалась, относилась к карциноме G1, не является карциномой? Осуществима ли трансформация одной классификационной схемы в другую и как это сделать? И вообще какая из этих схем имеет большее клиническое прогностическое значение? Тем не менее, в 2004 году пришли к консенсусу и увидела свет новая классификация, которая была издана в серии Blue Books, патологии генетика. Эта классификационная схема повторяла классификационную схему 1998 года, ВОЗ и Международное общество уропатологов. Вот сейчас по этой схеме мы немножко и пробежимся, основные ее принципы. На чем основана эта классификационная схема? В первую очередь на молекулярно-генетических изменениях, которые имеют место в тех или иных опухолях. Эти изменения, я не буду на них останавливаться, но они находят свое отражение в морфологической картине, и мы видим морфологические признаки в световой микроскоп и можем отнести опухоль в ту или иную категорию. Таким образом, опухоли разделили на генетически стабильные, это опухоли низкой степени злокачественности, и опухоли с большим количеством всевозможных генетических альтераций, генетически нестабильные, которые опухоли высокой степени злокачественности. Каждая из этих категорий может быть либо плоским поражением, либо папиллярным. Такая классификационная схема позволяет избежать двусмысленных градаций 1-2, 2-3, надо четко сказать high-grade или low-grade. Промежуточного варианта нет. Была введена новая классификационная категория – папиллярная уротериальная опухоль низкого злокачественного потенциала, и она не должна оцениваться как карцинома. Группа опухолей генетически нестабильных, неинвазивных, они обладают такими же генетическими альтерациями, как и инвазивный рак. Как же провести трансформацию? Возможно ли трансформацию схемы 1973 года и 2004? Папиллома как была папилломой, так она папилломой и осталась. Категория G1 частью ушла в папиллярную уротериальную опухоль, то есть она вообще выпала из категории карцином. Но большая часть ее ушла в категорию карциномы для сокращения времени, я буду называть high-low-grade. В карциному low-grade G2 частью карцинома low-grade, частью ушла в карциному high-grade, разделилась эта категория. А опухоли G3 полностью оказались в группе high-grade. Генетически стабильные процессы. Плоские, уротериальная гиперплазия, реактивная АТП, АТП неизвестного значения и дисплазия. И папиллярные. Сейчас мы пробежимся по всем этим категориям. Что такое уротериальная гиперплазия? Это утолщенная, притом заметно утолщенная, слизистая оболочка мочевого пузыря, но без признаков цитологической АТП. Как правило, мы обнаруживаем это состояние по соседству с папиллярными опухолями низкой степени злокачественности. Когда мы обнаруживаем самостоятельно этот процесс, он не имеет никакого важного призлокачественного потенциала. Хотя генетический анализ показал, что клонально она может относиться к опухоли с низким злокачественным потенциалом. Но здесь есть одно «но». Оценивая такие состояния, мы обязательно должны знать анамнез. Если у пациента в анамнезе была папиллярная уротериальная опухоль после трансуретральной резекции, после внутрипузырной химиотерапии, то такие поражения, особенно если это папиллярная гиперплазия, должны оцениваться как рецидив заболевания. Реактивная уротериальная АТП. Уже из названия очевидно, что все изменения, которые мы видим, связаны как раз таки с реактивными регенераторными процессами, которые сопровождают хроническое или острое воспаление. А вот уже уротериальная дисплазия – самое что ни на есть настоящая плоская опухоль. И клонально она абсолютно идентична папиллярной уротериальной опухоли к папиллярному уротериальному раку низкой степени злокачественности. Посмотрите, это состояние прогрессирует до опухоли папиллярной от 5 до 20% случаев. Но чаще всего изолировано мы ее не встречаем, потому что клинической картины это состояние почти не имеет, и пациенты не обращаются. Как правило, это уже развивается в папиллярный уротериальный рак, и мы видим по соседству с папиллярным уротериальным раком как фон. Когда мы не можем понять, с чем связана АТП, с воспалительной инфильтрацией, которая присутствует, или это все-таки настоящая дисплазия, не всегда это можно понять по дисплазическому препарату. То есть такая логика, это состояние мы относим в уротериальную АТП неизвестного значения. Уротериальная папиллома – это опухоль, которая состоит из тонкой, деликатной фиброваскулярной основы, покрытой уротелием. И, внимание, ключевые слова, неотличимым от нормального. Это определение еще в 68-м году дал Мостофе. Таким образом, коллеги, диагноз уротериальная папиллома с дисплазией, уротериальная папиллома с очагами карцинома и сиду не имеет права на существование. Забудьте эти слова, если кто-то их употреблял. Эта опухоль встречается редко, очень тоненько, аккуратненько, очень нежно, хотя бывает и диффузный папилломатоз. Инвертированная папиллома – доброкачественная уротериальная опухоль с инвертированным характером роста. Здесь могут быть минимальные проявления АТП опухолевых клеток, либо не быть. Но если эта АТП есть, это не истинная опухоль в АТП. АТП связанная с дистрофическими изменениями клеток. Впервые эта опухоль была описана Пашкисом в 27-м году, потом они благополучно забыли, пока в 63-м году по Цехерц опять не обратили на нее свое внимание. Вот для этой опухоли есть своя излюбленная локализация. Это треугольник льито. Отсюда и симптомы гематурия и возможные симптомы обструкции и затруднения оттока мочи. Макроскопически это гладкая поверхность. И микроскопически мы видим здесь неизмененные покровные уротели. Хотя мы не должны забывать о том, что инвертированная папиллома может сочетаться с обычной папилломой. И тогда мы видим инвертированный характер роста при обычной папилломе. Рецидивируют при адекватном хирургическом лечении очень редко. И дальнейшего никакой химотерапии не нуждается. Папиллярная уротелиальная опухоль низкого злокачественного потенциала. Что это за зверь? Об этой категории очень долго спорили. Вообще имели она право на существование. Но тем не менее она есть в классификации. И определяется как папиллярная уротелиальная опухоль, которая напоминает папиллому, но с увеличенной клеточной пролиферацией. Вот точно в нормальном уротелии. Таким образом, если это перевести на более понятный язык, это уротелиальная папиллома с очень толстым уротелиальным слоем. Сосочки никогда не сливаются. И что характерно? Мы видим очень четкий зонтичный слой. А базальные клетки выстраиваются в палисад. Это очень характерная картина для папиллярной уротелиальной опухоли. Прогноз при… И еще я хочу сказать, что коллеги, что если этот диагноз должен быть редким. Настоящая уротелиальная опухоль низкого злокачественного потенциала встречается очень… Испоставить мы ее можем только при полном удалении опухоли. По биопсии мы не можем ставить такой диагноз. Папиллярный уротелиальный рак низкой степени злокачественности. Циталоническая и архитектурная атипия выражены умеренно. Эти опухоли достаточно часто бывают мультицентричны. Одна, две, при том в разных местах, и очень любят рецидивировать. Прогрессирование к инвазивным формам и смерти менее 5%. Но вот эти пациенты, они нуждаются в мониторировании, потому что очень высока вероятность рецидива заболевания. Посмотрите, три четверти пациентов имеют рецидивы. Притом рецидивы могут продолжаться в течение многих лет. И вовремя выполненная внутрипузырная химиотерапия снижает вероятность рецидива. Вот так выглядит. Характерная черта. Зонтичный слой обязательно присутствует. Хотя при не совсем адекватной обработке материала он может искусственно теряться. Генетически нестабильные процессы. Их список не столь широк, как генетически стабильных. Всего лишь два. Карцинома инфету и папиллярный рак high grade. Но это очень грозные состояния. Папиллярный уротериальный рак высокой степени злокачественности, в общем-то, диагностируется легко. Мы без сомнения видим, что это злокачественное образование. Сосочки сливаются, выраженная клеточная атипия, метозы, притом на разных уровнях. Но не всегда на самом деле такая картина четкая и ясная. Бывают опухоли, где сложно однозначно сказать. Смотрим внимательно на ядра, на полиморфизм ядер, на наличие ядрышек, если их очень много в большинстве случаев. И метозы. Метозы располагаются на всех уровнях уротериального пласта. Иммуногистохимическое исследование может помочь нам поставить диагноз, подтвердить хай-грейд. Для рака хай-грейд характерна патологическая экспрессия 20-го цитокератина. Это либо полная его потеря, в соответствии потери зонтичного слоя, либо экспрессия на всем уровне пласта. Часто П53 позитивный и высокий К67. При том, когда будете оценивать, он может быть промежуточное положение, процентов 10-15. Обратите внимание на то, как расположены эти клетки. При хай-грейд К67 позитивные клетки располагаются в любом слое уротериального пласта. В классификации ВОЗ 2016 года наконец-то внесли ясность, как нам поступать, когда мы обнаруживаем гетерогенные опухоли. Не так часто это бывает, но все-таки встречаются опухоли, где одномоментно существуют структуры и хай-грейд, и лоу-грейд. Что тогда делать? Вот даны вот такие цифры классификации ВОЗ. Кто-то считает 5%, кто-то считает 10%. Опухоли занимает рак хай-грейд. Надо расценивать ее уже как карциному высокой степени злокачественности. Это уже на ваш выбор. Четкой цифры нет. Тем не менее, смешанные опухоли ведут себя менее агрессивно, чем чистые карциномы высокой степени злокачественности. Поэтому в своем ответе обязательно отразите, что существуют и те структуры. Еще одно уточнение 2016 года. Наконец-то внесли еще одну категорию, с которой мы не знали, что делать и вообще как поступать. Это папиллярно-уратериальный рак с инвертированным характером роста. Это очень сложная категория для диагностики. Она может быть высокой и низкой степени злокачественности карцинома. И здесь в зависимости от этого возникают свои проблемы. Если рак высокой степени злокачественности, то мы явно понимаем, что это рак. Здесь проблема гиперстодирования. Есть ли истинная инвазия? Так как мы видим все в основном в собственной пластинке слизистой оболочки, то очень соблазнительно сразу написать карциному Т1 с инвазией в собственную пластинку. Обратите внимание на строму. Всегда при истинной инвазии есть реакция строма. Это либо десмопластическая реакция, либо воспалительная лимфоидная инфильтрация. В общем, папиллярно-уратериальный рак с инвертированным характером роста напоминает инвертированную папилому. А если рак низкой степени злокачественности, очень сложно провести дифференциальный диагноз с инвертированной папиломой. Особенно мы учитываем то, что в инвертированной папиломе могут быть дистрофические изменения и связанные с нею так называемые атипия ядер. Но никогда при папиллярном раке с инвертированным характером роста не будет инвазии в мышечный слой. Это абсолютно исключено. Карцинома ин ситу. В 1952 году её писал Меликов. Это плоское поражение и очень грозное поражение, потому что оно очень часто, в большинстве случаев, мультифокальное или даже диффузное состояние. Первично мы обнаруживаем всего 1-3% таких пациентов с изолированной карциномой ин ситу. Почему? Да потому что они не доходят до урологов. Эта опухоль обладает очень высоким потенциалом инвазии. Они к нам приходят, к врачам, к урологам уже с инвазивным раком. И отсюда 45-65% инвазивных раков сочетается с карциномой ин ситу. И до 15% папиллярных опухолей, даже не инвазивных, сочетаются с карциномой ин ситу. И здесь не должно быть гипердиагностики. Почему? Потому что если по-настоящему карцинома ин ситу, то до 2-3 пациентов имеют вовлечённую в карциному ин ситу уретру. А в 40% случаев поражаются и периуретральные простатические железы. Что за этим следует? А за этим следует тактика лечения исключительно цист, простат, эктомия. Никаких внутрипузырных химиотерапий, никаких БЦЖ-терапий. Это сразу мы обрекаем на цист-эктомию. Поэтому если вы не уверены, что это карцинома ин ситу, и вам только что-то показалось, пожалуйста, такие диагнозы не пишите. Но и старайтесь не пропускать. Абсолютно неважно, сколько пластов клеток в карциномой ин ситу. Может быть много, метозы на разном уровне. В общем, это состояние, которое чаще всего пропустить невозможно. Но существуют разные варианты. Например, пиджетоидный вариант, который напоминает рак пиджето-молочной шерези, то есть в пласте, в артериальном пласте, отдельные опухолевые клетки. Сложен для диагностики оголённый цистит. Сейчас я покажу фотографию. Мелкоклеточный и крупноклеточный варианты встречаются очень-очень редко. Ещё одна засада, которая может случиться, это вовлечение гнёзд фонбруна и кистозный цистит. Здесь не надо впадать в крайности, и надо понимать, что это не является инвазией. Это как в шейке матки, карцинома ин ситу бидермизированных желёз, так и здесь карцинома ин ситу гнёзд фонбруна. То есть истинную инвазию и поражение гнёзд фонбруна надо различать. Вот так может выглядеть карцинома ин ситу с железистой дифференцировкой, так называемый оголённый цистит. Как он возникает? Клетки при high-grade процессах, у них пониженная, ослабленная клеточная когезия. Они плохо сцепляются друг с другом, они отваливаются друг от друга и от базальной мембраны. Мы можем вообще увидеть просто оголённую базальную мембрану. Вот эти пациенты очень благодарны в плане цитологического исследования мочи, потому что все клетки у них оказываются в моче, а у нас в препарате, дай бог, чтобы мы увидели отдельные такие гвоздики. Вот это состояние называется оголённый цистит. Карцинома ин ситу в треугольнике имеет свои особенности. Там вообще особенно с возрастом. У женщин гормональные изменения, плоскоклеточная метаплазия. В треугольнике мы можем видеть признаки плоскоклеточной дифференцировки в карциноме ин ситу. Вот биджитоидный вариант, иммунодистохимия позволяет нам её верифицировать. Вот карцинома ин ситу, поражение, вовлечение в нецах анбруна, вот здесь папиллярный рак, вот она истинная инвазия. Вот если посмотреть на эти три категории папиллярных образований и сравнить клиническим. Папиллярная уртелиальная опухоль, рецидив почти в половине случаев. Прогрессирование, посмотрите, степень, то есть это увеличение степени анаплазии, то есть переход в лоу-грейд, 11%. Стадия была ТА, стала Т1. Мы понимаем, что папиллома не может стать Т1 стадией, давать инвазию, потому что это не рак. Что кроется с этими цифрами? Гипердиагностика папиллярной уртелиальной опухоли в ущерб гиподиагностике папиллярного уртелиального рака. В некоторых работах я не стала приводить, урологи пишут о том, что рецидивирование и прогрессия в группе папиллярной уртелиальной опухоли даже больше, чем в группе папиллярного уртелиального рака. Почему, спрашивается? А это наша с вами ошибка. Потому что если мы ставим рак, пациенту делают нутрипузырную химиотерапию. Если мы ставим опухоль, его отпускают под динамическое наблюдение. Поэтому будьте аккуратны с этим диагнозом. Если не уверены, то следующее – это папиллярная уртелиальная карцинова. Гораздо более вероятный диагноз, чем опухоль. И выживаемость. Вы понимаете, что не может канцерспецифическая выживаемость быть не 100% при доброкачественном поражении, которое и не удушивает, и не удавливает, а просто не дает метастазы. И вот как отличается папиллярный уртелиальный рак high-grade. Он реже рецидивирует, но прогрессирует. То есть становится либо инвазивным в стадии ТНА, переходит в Т1, а далее в мышечно-инвазивный. Вы можете проверить работу своей лаборатории по поводу стадирования. У вас должно получиться примерно вот такое распределение. ТА стадия 70%, Т1 стадия около 20%. Я когда-то эти цифры привела, показала на конгрессе онкоурологов, они аж присвистнули вообще вот даже, потому что у них ТА не бывает. Я не буду называть лабораторией, но все морфологи были очень взбудоражены. У нас идет во многих лабораториях гипердиагностика ТА стадии. При Т1 стадии наиболее важный прогностический фактор – это, конечно, гистологическая градация. Это high-grade или low-grade карцинома. И наличие сопутствующей карциномы инкситу. Т1 стадия. Это могут быть либо отдельные клетки, гнезда в инвазив собственную пластинку слизистой оболочки, либо это широкий пласт вплоть до мышечной оболочки. Здесь следующие подводные камни. Очень часто мы видим артефакты, ретракционные артефакты. И многие принимают их за эмболы, за лимфатические сосуды и эмболы. Так вот, эмболы при Т1 стадии встречаются очень-очень редко, но бывают. Поэтому, если вы хотите поставить эмболы, вы должны это доказать, что это не ретракционный артефакт. Вот так выглядит. Видите, среди десмопластической реакции строма, воспалительной инфильтрации, вроде как и незаметно становятся единичные клетки инвазии. Вот она, истинная инвазия. Существуют подстадии, я не буду на них останавливаться, кому интересно, тот подойдет, спросит, я расскажу за отсутствие времени. Таким образом, морфологическое заключение по материалу трансферутральной резекции при немышечно-инвазивных раках. Что должно в себе заключать? Какое это поражение, папиллярное или плоское? Степень его злокачественности. Обязательно наличие или отсутствие мышечного слоя. Почему? Да потому что у урологов критерием адекватности тур служит обязательное взятие мышечного слоя. Если вы, дай Боже, забыли написать, что в материале присутствует мышечный слой, и он интактный, вы обрекаете пациента на ретур. Потому что уролог по всем канонам, международным существующим протоколам, обязан взять пациента на повторную операцию и взять ему, повторить тур, взять ему мышечный слой. Я обычно пишу мышечный слой интактин, обозначила, что он есть, и написала, что это немышечно-инвазивность. Наличие инвазии и глубина, обязательно наличие забутствующей карциномы ин-ситу, если мы ее выявляем, и ангиолимфатической инвазии доказано, если мы ее выявляем. Благодарю за внимание. Коллеги, вопросы? Замечательно. Да, пожалуйста. Папиллярная уэпителиальная опухоль, это требует, ну это не рак, понятно, по морфологической классификации, по клинической классификации. Но количество рецидивов, которые указываете вы, примерно цифры совпадают с тем, что указывают пеницисты, диктует назначение одевантного лечения. Либо активное наблюдение и повторные туры, которых число может доходить до нескольких, даже в год, потому что эти опухоли, к сожалению, рецидивируют очень быстро, как показывает практика. А назначать, то есть слово опухоль и отсутствие там рака не развязывает руки нам в плане назначения, я онкохирург, я не патоморфолог, не может развязать нам руки в плане назначения даже БЦЖ терапии, потому что она обусловливает определенные осложнения, которые, ну соотношение качества жизни без рецидива и в данном случае отсутствие рака, уговорить пациента на это лечение. Да, и вообще это противоречит протоколам и международным, и российским, и нашим, украинским, если можно так сказать. Как поступать, что вы подскажете? Это нерешенная проблема до сих пор. Вот было бы время, я больше бы на ней остановилась, хотя бы потому, что они вообще очень много спорили, имеют ли право на существование этот опухоль, мой личный опыт говорит, имеет право. Но встречается очень редко. За все время, что я занимаюсь, я давно занимаюсь, и ни в одном учреждении, и в крупных учреждениях я работаю, с большим потоком пациентов, я поставила, дай бог, 5 или 6 таких вариантов, но они были настоящие. И рецидивов у них не было. Существует гипердиагностика за счет гиподиагностики популярного ротелиального рака. И сейчас, вот я вот эту стаблицу недавно поменяла. Почему? Потому что раньше давали еще большие цифры, потому что морфологи не понимали, что это за сущность такая. Не знают, ну пиши популярную ротелиальную опухоль. Поэтому, собственно говоря, вообще я, когда начинала работать в очень уважаемом учреждении, и мне сказали, мы там писали и папилломы, дисплазия, и все что-то, мне сказали, какая разница, папилломы или рак, для урологов все равно. Честно, мне стыдно говорить, это с трибуны, но так не должно быть. Понимаете, урологам все равно, только потому что мы пишем папилломы, дисплазии, то, чего не существует. Извините, перебью, при папилломах рецидивных тоже назначали БЦЖ-терапию. Папиллома, папиллома, во-первых, БЦЖ-терапия по протоколам при карциномах high grade, при low grade это при очень таком стойком рецидивировании. Это сейчас, Нина Андреевна, извините, я говорю раньше, раньше. А потому что мы не понимали, что такое папиллома. Папиллома рецидивирует менее одного, настоящее. Поэтому нам надо поднимать уровень морфологической диагностики. Урологи должны работать вплотную с морфологами, и понимать мы должны друг друга. Мы будем наших морфологов мягко прижимать к стенке. Спасибо, вы поговорите. Мягко, мягко. Нина Андреевна, у нас... Спасибо большое, извините. Спасибо.